Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаем осваивать азы огородничества. И сегодня очень важная тема схожесть семян. Одна зрительница написала, что нашла семена 2010-2013 года томатные. И спросила у меня, можно ли их сеять. Сеять их конечно можно, потому что у томатов очень длительный период годности. Но для таких семян старых обязательно нужно сделать проверку на всхожесть. Сейчас я вам расскажу, как это делается и зачем. У каждого свои причины проверять всхожесть. Я этим занимаюсь очень часто. У меня вот уже есть как раз и подходящий лоток. И вот они как раз к слову пришли. Сейчас я на их примере вам все расскажу. Ну во-первых, что такое всхожесть? Все знают, это когда семена при определенных условиях, когда мы создаем им условия тепло, влажность, они пробуждаются и начинают прорастать. И мы знаем прекрасно, что от схожести зависит и дружность посадок наших, и густота. И вообще успех всей посевной зависит от схожести. Сеять можно, а еще скажу, что, конечно, крупные семена, вот с более крупного размера, они всегда сходят быстрее, дают всходы дружные, а слабые могут и не взойти. И когда мы проверяем всхожесть, мы должны различать, что всхожесть бывает лабораторная. Но вот у меня это как приближенно к лабораторным. Когда мы в ватном диске без грунта проверяем всхожесть, это можно сказать лабораторная. Но есть схожесть полевая, которая всегда у нас немного ниже лабораторной, потому что здесь уже участвует грунт, и тут уже зависит от того, насколько глубоко вы туда ее заглубите. Некоторые не могут пробиться, слабые. Как вы увлажните, некоторые если переливают, то некоторые семена загнивают еще внутри, внизу. Вы имеете в виду, что если вы проверите всхожесть вот так вот на ватных дисках, в таких идеальных условиях, вот открыли ватку и посмотрели, они почти все проросли, то при проращивании в грунте 1-2 обязательно у вас уйдет на выбраковку, самые слабые и самые хилые. Для чего люди проверяют всхожесть? Ну конечно, чтобы определить количество семян, которые нам нужно посеять в рядок. Мы же сеем на каком-то одном расстоянии определенном, и если всхожесть низкая, то у нас получатся полупустые ряды. Как вот это все высчитывать? Ну конечно, в лабораториях там делают сложнее, делают 4 пробы по 100 семян, то есть один раз 100 семян замачивают, второй раз 100 семян, третий раз. И вот сколько семян, процент схожести определяет, это соотношение тех, которые проросли, и тех, которые не проросли. И высчитывают среднюю. Но дома, конечно, такое количество семян никто не будет тратить. Берем всегда 10 семян, укладываем на ватный диск, смачиваем водой и в таком влажном состоянии оставляем на неделю. Свежие семена могут взойти на 4-5 день, старые могут взойти даже на 12-15 день. Это протоматы. У них срок очень длительный, от 5 до 7 лет. Но если до 5 лет они всходят без проблем, то после 5 лет, конечно, их лучше стимулировать перед посадкой. Вот если у вас из 10 семян взошло, ой, проклюнулось 8, это считается очень хорошей всхожесть, потому что везде, читаю, везде пишут специалисты, что ни у одной культуры нет 100% всхожести. Даже у одного и того же растения могут быть семена, даже с одного и того же томата, например, одни сильнее, другие слабее. С этой же помидорки могут какие-то взойти, а какой-то может не проснуться. От чего это зависит, никто точно не знает. Так что имейте в виду, 100% всхожести нет ни у одной культуры. И если 8 семян взошло и процент всхожести 80%, это считается отличный посевной материал. Именно такой посевной материал у нас в продаже в магазинах. Я уже говорила, что 100% всхожести нет. И честные производители всегда указывают, что 90% или 80%. Но у старых семян всхожесть может быть еще ниже. Вот я вам сейчас покажу. Я высевала в каждом рядочке по 10 семянок. Значит, у меня взошло, тут разные сорта, в первом ряду 6, во втором ряду 6. Это значит всхожесть 60%. И еще хочу обратить внимание, что вот смотрите, первые уже очень длинные, они взошли очень быстро. Сеяла 30 декабря, уже через 5 дней они вылезли. А вот эти, видите, ряд, только петельки вылазят. Тут их будет много, но они вот некоторые еще только-только просыпаются. Вот это и значит, что у всех, видите, вот только-только лезет. У всех и срок вот этого пробуждения разное, особенно у старых семян. И они могут быть разные по размеру. Значит, если у вас из 10 семян взошло, ну или там проклюнулось 5 или 6, увеличиваем норму высева в 2 раза. То есть, чтобы получить вам 20 кустиков, мы берем 40 семян. Все. И тогда вы также на этом же расстоянии, как обычно, раскладываете семена. Половина у вас зайдут, половина нет. Вот расскажу про свои испытания, вот эти вот. Зачем я так рано, в декабре, посеяла вот эти семена? Это у меня казанова. С казановой у нас нынче произошла такая история, что их было не очень много, но так как люди заинтересовались многие, и почти в каждом заказе казанова, 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 семена сразу же быстро закончились. И я уже вроде начала писать людям, что нет этих семян, но потом вспомнила, что у меня же есть технические семена, которые не идут в продажу, потому что они сняты, ну, уже с последних там плодов. Обычно я такие не продаю. Но для себя я их использую. Я их так называю, что технические семена, у них процент схожести ниже, чем у тех, которые я продаю. Но использовать их можно. Вот из таких семян я и рассаду сею. Вот я посею, например, 100 штук. Взойдет не 100, а 60. Мне этого достаточно, чтобы не выбрасывать такие семена. Они у меня скапливаются в огромных количествах. Вот они, я еще говорю, еще раз на рассаду, на все. Но так как продать я людям не могу, теперь я их кладу всем, тем, кто хочет вырастить казанова. Ну и, конечно, эти семена бесплатно, потому что я и никаких претензий по их качеству не буду даже принимать, потому что это как подарок. И я всем пишу, что у этих семян процент схожести ниже, чем у тех, которые я продаю. Поэтому я их кладу бесплатно. Но для того, чтобы вам попробовать сорт, вам этих семян достаточно. И вот специально провела вот эти вот процедуры по определению всхожести, чтобы узнать, сколько же семян мне нужно положить, чтобы человек получил хотя бы 10 штучек. И вот из этих моих опытов, с опытных вот таких вот процедур, я поняла, что нужно класть 15 штук. Вот теперь у нас в каждом пакетике у меня казанова 15 штучек лежит. И из этих семян человек может вырастить 10 вот таких маленьких сеянцев. Для того, чтобы начать воспроизвести вот этот сорт у себя на участке, чтобы вырастить, посмотреть, какой он, этого достаточно. Вот именно для этого я делаю испытания. Еще я нашла тоже семена пятилетней давности. Хочу проверить, смогу ли я рассаду из них выращивать. Вот здесь сразу говорю, что какой-то один сорт не вышел еще вообще, видите? Уже прошло почти 10 дней. Какой-то только просыпается. Ну так как все эти семена у меня для своего использования, я вот сейчас уже почти заканчиваю рассылку семян. Все, это все останется для меня. И все вот эти вот испытания, вот эти все опытные исследования, это для личного употребления. Поэтому я говорю, вот этой девушке я ответила, если вы сеете для себя, то можно любой срок, даже 10-летний срок томатов можно использовать. Просто проверьте, какой процент схожести. Даже если у них процент схожести считается ниже 30, уже не использовать, специалисты пишут. Ну, например, с 10 семян, если всего у вас 3 проклюнется на ватном диске. Ну, для себя-то вы можете использовать любые. Просто вы знаете, что из 10 семян у вас всего 3 или 2 семечка взойдет. Значит, в одном ряду, где вам нужно посеять 10, вы посеете 30, и 9 из них гарантированно взойдут. Вот это и нужно, вот такая процедура нам и нужна, для того, чтобы определить, сколько семян нам в лоток разложить, чтобы лотки не были пустыми, вот такими, как у меня, видите, вот с этой стороны вроде все хорошо взошло. А здесь вот такая проголызина вообще пусто. Это все надо делать предварительно. Если вы будете сеять, например, для теплицы в феврале, то в конце января я вам советую все свои старые семена ревизию провести и процент схожести посмотреть, хотя бы ради интереса, вот на ватных дисках. Я не говорю вам, что нужно вот такие лоточки выращивать. Для себя достаточно на ватных дисках. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Тема в схожести семян очень важна. От этого зависит и дальнейший урожай. Если вы не проверите, например, свои старые семена и посеете уже в такие положенные сроки, но они у вас не взойдут почти все, то это будет очень плохо, вы пересевать уже не успеете. Ну, конечно, если вы купили в магазине и там в пачке 10 или 12 семян, никто проверять схожесть у них не будет. Будем сеять в лоток и будем уже выращивать то, что взойдет. Но если свои старые семена, если большое количество, проверяйте. До свидания. Вот они первые растения. Жалко, что они просто опытные экземпляры. Уже так хочется их холить или леять. Продолжение следует...